добрый день дорогие друзья сегодня у нас уже 30 мая погода у нас пасмурная по-моему даже пошел мелкий дождик я смотрю на асфальт вроде когда пошел дождь пошел дождь вот буквально пять минут назад не было я там немножко работала хочу с вами сегодня попробовать сделать видео одним кадром не знаю насколько у меня это получится потому что монтировать видео совсем нет времени значит на таком умиротворяющем фоне наша мама и дочечка спят здесь сладко посапывая я расскажу вам о делах насущных сегодня видео такого разговорного характера без моего лица в кадре и повторюсь такое быстрое одним кадром но информация может быть кому то будет очень очень полезной чтобы вы не наделали ошибок я сейчас занимаюсь отмосткой на самом деле просто вынимаю грунт потом если дождик прекратится я вам покажу какой фронт работ я уже сделала и расскажу сколько информации я перелопатила на самом деле сейчас столько всякой информации по поводу строительства по поводу отмостки как ее сделать чтобы не наделать ошибок и полно всякого я бы сказала мусора таких горе мастеров причем я так поняла эти видео снимают именно фирмы которые вот ну наверное чтобы привлечь клиента они делают youtube каналы и вроде то показывают и рассказывают ну ну как бы смотришь не понимая если ты не знающий человек вот так как я в этом деле и смотришь и думаешь вроде то все правильно а начинаешь читать комментарии и понимаешь где люди доводят ну то есть говорят об обратном что как вы можете это делать зачем вы людей обманываете зачем зачем вы так делаете вы делаете бассейн под отмосткой и еще за это берете деньги там естественно нет ответов от этих горе мастеров я думаю расчет на то что может быть люди не читают комментарии и заказывают у этих фирм вот такие работы а вот я не знаю скорее всего расчет на это я же всегда стараюсь читать комментарии к видео к видео к любым видео а вот и поэтому я уже наверное столько знаю об отмостке что какие-то зерна ну правдивости что ли вот от этих горе мастеров да там конечно присутствует но есть маленькие нюансы и большие которые приводят к большим большим ошибкам поэтому прежде чем что-то сделать вы мне там писали лена это очень сложные работы ну типа наймите мастеров они вам придут и все сделают друзья мы никому не доверяем никому абсолютно тем более в городе чеплыгин уж поверьте мне настоящего мастера мастера своего дела очень сложно найти очень сложно вот а деньги братья все мастера поэтому мы все делаем своими руками и так скажем конечно же очень много времени уходит для того чтобы в это все вникнуть и понять как правильно сделать поверьте отмостка на самом деле это ну я бы так сказала очень ответственная конструкция как и фундамент дома вот вообще отмостка это не просто красивый элемент чтобы было чисто ходить возле по периметру вашего дома а вообще главная роль отмостки это конечно же вода отвод от вашей воды от вашего дома и здесь очень много всяких нюансов как сделать это правильно я уже выучила что такое г-образная отмостка плюсы и минусы почему нужно стелить песок сначала а потом утеплять мы хотим делать утепленную отмостку утепленный фундамент и утепленную отмостку которая предотвратит промерзание грунта а ведь промерзание грунта это его вспучивание его ну так скажем подвижность и так далее чтобы отмостка служила долго и наконец чтобы она делала свою функцию вот вчера посмотрела видео по поводу вот этой г-образной отмостки вроде то все правильно тоже смотрю о да я буду делать так начинаю читать комментарии и понимаю что это все неправильно что бетон нельзя стелить на голую землю хоть там и пишут нужно сначала землю утрамбовать и бетону неважно где ему лежать никакого песка никакого гравия сразу на утрамбованную землю кладите типа бетон вот в этой г-образной формы но там нужно определенно вырыть чтобы получить отмостку вот этой г-образной формы и все у вас будет хорошо на самом деле ничего не будет хорошо отмостку и фундамент нужно утеплять я в этом полностью убедилась и вот это г-образная форма она может быть где-то и хороша там пишут не будет трещин ну отмостка цоколь не будет отхода отмостки от цоколя все вот эту букву г выполняет дренажная труба ее тоже нужно правильно уложить ее тоже нужно сделать под наклоном и чтобы вода отводилась от дома вот поэтому если честно друзья я очень очень устала от вот этого количества информации и чтобы отсеять ненужную информацию так скажем неправильную информацию которая может вот эта отмостка приведет не к тому что ваш дом ну получит защиту а ваш дом наоборот получит дополнительное разрушение вот с такой отмостка поэтому это очень очень важное дело изучить вот эту информацию и принять правильное решение чтобы сделать правильную отмостку мы сейчас пройдем не знаю может быть закончился дождь я вам еще немножко покажу расскажу как мы будем делать и что мы будем делать и какой материал еще нужно закупить чтобы это все сделать правильно очень большое вступление ну друзья наболела наболела единственное что я хочу вам донести основную мысль что все таки нужно делать все своими руками я где-то в комментарии там вот отвечала вам что вы мне советуете нанять мастеров и не делать эту тяжелую работу да это тяжелая работа согласна у нас уже есть пример у лёши есть друг в москве которого есть шикарная дача в подмосковье и он нанимал нанимал заключал договор с шикарной фирмой которую которая запросила 250 тысяч рублей немалые деньги причем это было не вчера может быть года три назад вот они все сделали ему отмостку как они сказали ну дали гарантии на следующий год после зимы вся отмостка вспучилась а вот вам результат и это заключенный договор с фирмой который вы можете предъявить потом претензии но все это не так просто обычно они отмахиваются отнекиваются и дело заканчивается судом я жалею свое здоровье и свои нервы я не хочу вот этого тем более в чеплыгине вообще нет таких фирм то есть что вы сделаете вы может быть по сарафанному радио найдете какого-то мастера который вам сделает отмостку возьмет деньги пусть это будет не 250 тысяч но я думаю не меньше ста тысяч потому что я когда еще мы дом не купили я уже обзванивала тутошних мастеров находила их телефоны и они мне уже тогда заявляли вот в двадцать первом году по моему семьдесят восемьдесят тысяч но как правило приплюсовывайте к этой сумме еще процентов 10 как правило эта сумма растет а вот и это мастера которые никакой гарантии вам не дадут никакого договора у вас не будет и потом в случае некачественной работы вы никому вообще не сможете предъявить претензии даже через суд это будет сложно очень сложно доказать поэтому мы все делаем своими руками да тяжело потихонечку но вот перелопачиваем интернет перелопачиваем информацию и понимаем как бы физические свойства земли грунта и так далее и начинаем как-то шевелить мозгами и понимать где же все таки зерно а где просто мусор который от которых который просто нужно выбросить это я имею ввиду мусор вот этих видео которых очень-очень много на ютубе и это неправильная информация это опять те же фирмы это реклама только ради того чтобы с вас как можно побольше содрать денежек дождик моросит но такой моросящий я думаю что не зальет мне телефон я вам покажу видите вот так вот я профлистами накрыла то что я уже сделала здесь кстати цоколь уже высох и уже все не так страшно если не знать что там за штукатуркой вот так вот я отвела воду и вот здесь уже вот столько вырыла земли отмостку утепленную поверьте утепленную отмостку мы будем делать 80 сантиметров конечно шикарная отмостка была в метр двадцать то есть на длину пеноплекса вот но так большой расход материала будет поэтому мы делаем 80 40 сантиметров будет уходить обрезок от одного листа от 2 тоже соответственно 40 эти два кусочка между собой склеиваются получается 80 и получается дополнительная плита то есть безотходное производство и очень эффективный расход пеноплекса значит я вот здесь отрыла здесь приблизительно 80 сантиметров конечно потом нужно будет поставить натянуть шнур все четко сделать и ну подровнять так скажем значит здесь что получается сейчас я вам покажу вот такой фундамент здесь был вот то что осталось а здесь дыра вот это вот все было земля которую я вынимала теперь эту дыру мы уже с лёшиком думали думали как это все укрепить скорее всего будем туда запихивать либо кирпичи либо может быть пеноблоки вот там остались пилой распилим ну в общем как-то с этим делом все это нужно закрывать вровень со стеной что будет внизу внизу будет песок хороший слой утрамбованный виброплитой кстати лёшка сегодня получает там в москве и видов виброплиту и бетономешалку уже ему отзвонили сегодня привезут будет вести из москвы вот значит слой песка утрамбованный хорошо промоченный водой прошедший хорошую утрамбовку ведра виброплитой на этот слой песка будем класть под уклоном от дома то есть вот так будет лежать пеноплекс соединенный между собой специальным клеем пеноклей называется не пена расширяющая есть еще специальный пеноклей она пеноплекс уже будем заливать бетон естественно сначала будет утепляться цоколь здесь он будет укрепляться уже лёша купил специальную сетку металлическую сваренную сеткой арматурой потом до штукатуре ваться но здесь более-менее нормальный фундамент я даже не буду его трогать он хорошо здесь сидит тем более он еще укрепиться арматурой сеткой штукатуркой дополнительно сначала будем заниматься естественно цоколем потом после штукатурки цоколь будет обрабатываться битумной мастикой черной такой как гидроизоляция к этой битумной мастики и к цоколю специальными грибами и вот этим клеем мы будем утеплять пеноплекс а потом уже будем заниматься отмосткой вот когда бетон зальется здесь будем копать такую небольшую траншейку и закапывать дренажную трубу дренажную трубу будем делать сами будем покупать 110 пвх трубу канализационную делать не дырки заворачивать эту трубу в гидро лизаться из-за или из фиционный материал чтобы дырки не забивались землей засыпать щебнем и это будет отвод воды от ну под уклоном эта труба будет отводить воду то есть представляете утепление цоколя утепление пеноплексом самой отмостки и вода от вот по этой трубе дренажной воды от фундамента я думаю что у нас получится все замечательно кстати вы мне там писали по поводу что у вас делается отмостка забивается глиной глина очень живой материал друзья и глину вспучивает это я тоже прочитала в интернете вы мне сейчас можете возражать там это ваше конечно право но я здесь вот вынимаю глину и вот это кстати дыра которая образовалась вот здесь это как как раз вспучивание вот этой глины воды зимой она сужается летом она расширяется то есть глина это живой материал так скажем который вспучивает грунт поэтому только песок только вот такое грамотная вода отведение под углом только дренажная труба и я думаю что при таком утепление и соколе и фундамента я думаю что все будет хорошо вот думаю что я вам рассказала наших планах о том как мы будем это все делать кстати купила я вот такой вот жук все зайдем сара я вам покажу вчера я уже второй раз им опрыскивала хорусом наши деревья вот он хорошая штука мне понравилось им работать хорошо распыляет ну в общем 1100 стоит вот этот баллон 9 литровый покупала на озоне вот такая гора материала стройматериала это я все принимала от леруа мерлен вот такой вот мешок 25 килограмм вот экстра портленд цемент азия называется вот по 200 чем-то рублей 208 что ли лера мерлен ну и моя любимая штукатурка юнис next арма слой вот пока материала нам хватает ну пока думаю что придется конечно же докупать ох дождик усилился вот что еще хочу вам рассказать кто не знает местные значит прежде чем привести стройматериал тот же песок щебень ну или еще что-то то что будет лежать у вас за воротами то есть на улице а улица это общественное место нужно сходить мне в администрацию и написать заявление что у меня будут вестись строительные работы и меня тогда не оштрафуют штраф вот за такое хранение стройматериалов пусть это ваша придомовая территория пусть это там возле ворот но это все равно уже не ваша земля это улица штраф 5000 рублей поэтому вот я схожу перед тем как привести песок машина камаз песка 12 тонн стоит у нас восемь тысяч рублей мне соседка там дала газету раненбургский вестник они покупали 7000 вот буквально недавно я звоню уже восемь тысяч причем не не по одному телефону я там и через интернет через авито находила в общем друзья стройматериал дорожает с неимоверной силой а вот спасибо вам за ваши комментарии по поводу того что отцвевшие ирисы которые цвели нужно убрать вот здесь по обрезала вот что подсказываете мне что советуете иногда эти вы там пишите мне нравится что вы как бы прислушиваетесь к советам друзья я не ко всем советам прислушиваюсь сразу оговорюсь но многие советы от вас очень очень дельные и ценные для меня поверьте я это очень ценю гортензия моя смотрите как пошла в этом году двух красавица и сейчас вам покажу как зацвела горчица у какого тут красивую все поле друзья вот уже будет свести фацелия тоже видите она такими сиреневыми цветочками будет свести уже прям бутончики вот они скоро зацветет и кстати очень хорошо что здесь травка она сохраняет вот эти кусты смородины от жары то есть получается они все вот видите все эти кустики мои трава подросла и они как бы ее берегут эту смородинку мою от жары там влага держится больше и а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...